Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видеоролике мы будем тестировать ракетный двигатель. Я хочу ставить на свой самолет реактивный в качестве ускорителей, в качестве, возможно, замедлителя буду ставить. И мне нужно испытать один из двигателей, чтобы понять, с чем я буду иметь дело. Здесь есть вышибной заряд, который нужен для того, чтобы, когда мы запускаем модель ракеты, чтобы вышибала парашют и ракета могла приземляться. То есть это средство спасения ракеты. Я же хочу, чтобы вылетал сам заряд из канала ствола и его там не было. Самолет облегчался, освобождался от этого заряда. Также хочется проверить тягу. Это довольно большие мощные двигатели. У них стартовый импульс тяги около 2 килограмм. Можно уже распаковывать. Как мне сказали в магазине, 2 килограмма это лишь стартовый импульс. Потом оно немножко меньше, там около килограмма продолжается тяга. Примерно пару секунд. Как бы и немного, но если поставить, например, 4 штуки, то в сумме это будет давать значительную прибавку. Хочется это дело испытать. Значит, что у нас здесь есть в комплекте? Сами двигатели. На него я сейчас со стеклоткани сделаю крепление для стенда. Вот и есть запальники. Здесь 4 запальника должно быть. Нет, 3 запальника. Вообще-то 4 должно быть. Раз, два, три. Обманули. Все-таки по 3 запальника. В общем, это средство запуска двигателя. А этой затычкой мы закрываем, затыкаем отверстие, чтобы не выпал запал. Для работы нам понадобится двигатель, затычка, запальник, кусочек пленки, чтобы сделать обещайку, кусочек стеклоткани и батарею. Возьму на 3С литий-полимерный аккумулятор. Обворачиваем пленкой, чтобы не приклеилась стеклоткань. Сделаю заглушку, которая будет затыкать с обратной стороны. Заглушка диаметром 23 миллиметра. Есть контакт. Вставляем вот сюда. Вот так. Все. Можно обтягивать стеклотканью. Разводим эпоксидную смолу. Смола и немного отвердителя. Размешиваем. Размазываем. И наматываем. Здесь хватит. Теперь нужно придумать крепление. Нельзя же так крепить круглую, не в тиски шею зажимать. Поэтому часть отрежу. А эту стеклоткань мы сейчас еще применим. Приклею этот кусочек фанеры. Вот так. И проложим оставшуюся стеклоткань. Вот так. Такая будет пусковая установка. Долго ждать, пока высохнет, я не хочу. Поэтому сейчас я нагрею вот эту вот железку. Поставлю на нее ракетницу. И пусть она томится здесь. При повышенной температуре она гораздо быстрее застынет. Теперь беру, ставлю сюда. Вот так. И вот так. Вот. Этот кожух будет слегка сохранять температуру. А я пока что займусь стендом. Стенд готов. Убрал электронные весы. Потому что они не сразу срабатывают. То есть тут нужно быстро все измерить. Быстро увидеть, сколько килограмм тяги даст. Поэтому поставил пружину. Откалибровал в килограммах. То есть можно посмотреть. Сейчас дам 2 килограмма на тяг. Ну вот. Хоп. 2 килограмма. И здесь 2 килограмма показывает. Точно также килограмм и 3 килограмма более-менее точно. Мне тут не надо какие-то граммы высчитывать. Можно ставить двигатель вот сюда. Он уже почти высох. Сейчас досохнет. Сделаю запальник. Поставим и проверим, ребята. Спаял дистанционный взрыватель. И вот так он на данный момент работает. Нажимаем кнопочку и загорается пока что лампочка. Но будет сюда подключен запальник. И уже будем зажигать ракету. Эпоксидка полностью высохла. Подсох и ракетный двигатель. Немного пахнет порохом. Сделаю пару отверстий, прикреплю к сенду и будем стартовать, ребята. Стартуем! Процесс заряжания пошел. Одна камера будет смотреть сверху вниз, записывать хронометраж. Выставил все по уровню. Ну а вторая эпичный запуск. Мне хочется, чтобы было много дыма. Надеюсь, дым будет. Поэтому снимем и с другой стороны. По идее, этот двигатель ракетный должно в конце выстрелить отсюда с капсулы. Вставляем запал вот сюда и затыкаю его пробкой. Усики загибаю. Теперь подключаю дистанционный поджиг. Есть контакт. Надеюсь, камерам все хорошо видно. Все отлично вроде бы выставлено. Друзья, стартуем. Нажимаю на кнопку. Процедура запуска ракетного двигателя. Обратный отсчет. 3... 2... 1... Пуск! Вот так это все дело выглядело. Ударило оно в какой-то один из гаражей. Где этот капсуль? Где он есть? Вот вам, ребята, rocket engine мотор. Вот что от него осталось. Задняя часть вся выгорела. Ну а сопловой аппарат, сопло осталось. Заметно полегчал. Смотрим энерговооруженность. Двигатель весит у нас 40-50 грамм. Тяга 2 килограмма. То есть это 1 к 40. Тяга в 40 раз больше, чем он весит сам. Все отлично сработало. Я с запуском доволен, ребята. Теперь точно я вам могу сказать, что эта тема будет жить на самолете. Кстати, вот эта бумажка спасает от замыкания, как я еще понимаю. Потому что видите, контакты остались разомкнутыми. Ну бабахнула она, конечно, просто жесть. Как вы могли заметить, импульс тяги был более 3 килограмм. Потому что ударилась об ограничитель. Либо это за счет инерции. В общем тяга была дикая. Потом еще пару секунд. Действительно, где-то вот здесь в районе килограмма оно шаталось, болталось. Ну и выстрел этот был просто неимоверный. Он тоже поддает энное количество тяги. В общем, я результатами эксперимента доволен. Систему поджига мы отрепетировали. Также мне все понятно по тяге. Эти двигатели будут стоять на моем реактивном самолете. Для создания дополнительной тяги. То есть реактивные ускорители будут либо на старте, либо в процессе полета. Ну а на этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok